Мы что, узнали только что какую-то глубокую и тёмную тайну? Значит, Катерина! Пэймон всегда чувствовала, что с ней чё-то не так. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить гейшен инфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк и написать комментарий. Минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Да, ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Так, куда мы, собственно, погнали? А, вон туда. Бздынь, бздынь. Отличная работа путешественницы и Пэймон. Кати, а почему вопросик? И спасибо тебе, Дуньярзада, что помогла мне организовать Сабзирус. Что? Скажи, пожалуйста... Дуньярзада, с тобой всё в порядке! Не пугай нас так! Дуньярзада! Ну и путешественница, малышка Пэймон. Я вам сейчас такое расскажу. Мне сейчас приснилось, как милый исполняет танец Сабзирус. Ага. Ей, завершили главу! Так, а теперь вопрос. Поговорите с Катериной. Катюха? Так ты на самом деле Нахида! А Пэймон говорила, что та Катерина на Сабзирусе была какой-то странной. И Дуньярзада, это ты её спасла? Это долгая история, не будем её тревожить. Она ещё очень слаба. Давайте поговорим в другом месте. Как насчёт той полюбившейся путешественницы скамейки? Блять, ну ладно. Слышь, Катена могла бы и перенести. Тут всё самому делать. Давай сначала поговорим о Дуньярзаде. Как хорошо, что она в порядке. Да, после того, как мы разделились в последний Сабзирус, я пошла за город и увидела то, что описывала путешественница. Среди бесчисленных сновидений я нашла одно, которое истончалось. И это подтвердило мою догадку. Когда Дуньярзада больше не могла выносить, что Акаша собирает её сны, её сознание начало рассеиваться и выходить из-под контроля Акаши. Но уцелевший осколок сознания не смог бы продержаться долго. И он вернулся в принадлежащее ему сновидение. Сознание истончалось вместе с мером сновидений. Это продолжалось бы, пока он не исчез окончательно. Я сделала всё, чтобы сохранить сновидения. Но так не могло долго продолжаться. Хорошо, что вам удалось выйти из Санцара. В последний момент нам всё-таки удалось спасти Дуньярзаду! Охуенный результат, между прочим. И почему вы так довольно улыбаетесь? Я полагала, что в такой волнующий момент нужно плакать. Хм. Пожалуй, мне стоит больше времени уделить наблюдением за человеческими эмоциями. Можно и улыбаться, и плакать! Это зависит от человека! Ладно. У вас много вопросов, да? Вы спасли мою почитательницу, и взамен я отвечу на ваши вопросы. Блять, опять! Что мне приснилось в лесу овидья? В лесу овидья было такое благо... благовоние, от которого Келакера потеряла сознание и увидела во сне огромное дерево и красное небо. И ту, слышала голос, да? Голос произнёс мир и... забудет меня. А точно, так ты знаешь! А мы как раз хотели спросить, какая связь между красным небом и Каэнриах? Хм, путешественница, по-видимому, установила связь с Ирминцулем. Это должно быть послание, оставленное осколками сознания великой властительницы Рукхадеваты в Ирминцуле. Или, возможно, её последние воспоминания перед смертью. Как вам должно быть известно, великая властительница Рукхадевата исчезла после бедствия в Каэнриах. Время совпадает, и ваши подозрения небезосновательны. Это послание великой властительницы Рукхадеваты? Мы-то думали, это... Что, от царя Дашриета? Царь Дашриет? Архонт, погибший намного раньше? Некоторые жители пустыни до сих пор поклоняются ему. Наверное, от них исходят слухи, что дошли до вас. Хм, и что ж тогда означает это послание? Я пока не могу его трактовать. Даже с нынешними возможностями Акаши это невозможно. В сознании великой властительницы Рукхадеваты, оставшиеся в Ирминцуле, как будто была заряжена и таит в себе очень опасную ауру. Многие учёные, установившие с ним связь, впали в безумие. Я много раз предупреждала Академию, что люди все равно... Но люди все равно становятся жертвами. Однако я верю, что это ключ к спасению Ирминцуля. Поэтому я не оставляю попыток истолковать послание. Так, дерево в видении, это Ирминцуль? Кигнари тоже сказал, что Ирминцуль заболел? Это из-за загрязнённого сознания? Но даже ты не знаешь смысла видения. Значит, наши поиски были напрасны! Путешественнице удалось соприкоснуться с этим сознанием и не попасть под влиянием. Такого я ещё не видела. Возможно, вместе мы сможем истолковать. Нет, мы просто обязаны разгадать эту тайну. Я уже исключила все факторы, которые могли повлиять на Ирминцуль, кроме этого. И от этой загадки зависит существование Ирминцуля. Существование всего Тейвата. Почему ты выглядишь как Катерина? Скажем так, с помощью Акаши я временно занял осознание Катерины. Как же так? Бедная Катюха! Ты можешь захватывать сознание и других людей? Теоретически, я могу залезть в голову любого, кто носит терминал Акаши. Акаши — это наследие и великая властительница Рукхадвата. А я лишь малая властительница Кусанали. И первый терминал Акаши. Моё сознание связано с Акаши. Я всегда уважала свободную волю моего народа. Поэтому я никогда по-настоящему не занимала их сознанием. Когда это необходимо, я просто одолживаю эту бионическую куклу из Снежной. Катерина — это кукла из Снежной? Оооу! А, стой! Мы что, узнали только что какую-то глубокую и тёмную тайну? Значит, Катерина... Пэймон всегда чувствовала, что с ней чё-то не так. А как же твоё собственное тело? Зачем тебе другие люди? Разве ты не живёшь в собственном храме Сурастана? Это случилось давным-давно. Когда великая властительница Рукхадвата исчезла, мудрецы отыскали меня, только что родившуюся, и привезли обратно в Сумэру. Я тогда была совершенно бессильной крохой. Ради моей безопасности они поместили меня в храм Сурастана, и больше я о них почти не слышала. Но мне было понятно, что мудрецы жаждали отыскать великую властительницу Рукхадвату, а не меня, чьё существование доказывало, что Рукхадваты больше нет. Так значит, мудрецы посадили своего нового архонта под домашний арест? Да как они посмели? Нахида, почему ты их не проучила? В чём-то они были правы. Великая властительница Рукхадвата была всеведущей и всемогущей. И даже после её смерти Акаша всё ещё дарует силу этому народу. А я... Мне далеко до божества мудрости. Академия искусств в управлении страной. И моё присутствие не имеет большого значения. А мне кажется, ты прекрасный архонт. Да, Нахида, у тебя уже так много почитателей! Ты же видела на Сабзерузе, как много людей тебя любят! Ох, спасибо за ваши добрые слова. Однако моё сознание соединено с Акашей. Мне не нужна физическая свобода. Спасти Ирменсуль — моя миссия и первостепенное дело. Я не оставлю своих попыток. А ещё я буду стараться стать настоящим божеством. Время от времени я буду брать на себя обязанности божества мудрости и просвещать заблудшие души. Этого должно быть достаточно. Расскажи мне о плане мудрецов из Академии. Академия всегда хорошо провела суммару. Первый раз на моей памяти они сбились с Путин. Интересно, что же произошло? Почему они решились на такой шок? Хотя жители города не заметили ничего необычного, но ситуация могла бы выйти из-под контроля, если бы путешественница не разорвала Сансару Сабзеруза. Я пыталась провести расследование в Акаше, но не нашла ничего подозрительного. Те, кто меня интересовал, не носят терминалы. Думаю, они намеренно что-то скрывают. Пайман вспомнила, что в Гандхарве мудрецы пригласили Тигнария поучаствовать в каком-то проекте. Неужели это было? В общем, мне нужно раскрыть намерение мудрецов все исправить, а их наказать, только бы не вызвать подозрения. А люди не заметили проблем с Акашей? Ты о том, что Акаша отнимает сна? Да! Столько времени прошло, а это никого не смутило! Дело не в том, что они не замечают. Их это просто не волнует. И причина тому ложь мудрецу. Ложь! Мудрецы убедили всех, что неспособность видеть сны является признаком рациональности и мудрости. Не видеть сны – повод для гордости в суммару. Даже если правда заключается в том, что их сны пожинает Акаша. Так мудрецы могут максимально использовать Акашу для своих исследований. К тому же, когда великая властительница рук ходовато создала Акашу, она надеялась использовать все ее возможности. Поэтому я никогда не имела против этого серьезных возражений. И вот так точка зрения, провозглашенная мудрецами, заглушила голос сомнений. Сейчас даже те, кто никогда не пользовались терминалом Акаши, считают слишком постыдным и неловким говорить о своих снах. Ебанутые. Все, вопросов больше нет. Надей, славно. Надеюсь, мои ответы удовлетворили вас, искатели мудрости. Если честно, поддержание исчезающего сновидения Дуньерзада исчерпало мои духовные силы. Полагаю, мне нужно немного отдохнуть. Ладно, малая, отдыхай. Пока вам не нужно беспокоиться о мудрецах, Акаша пока не подсела повторить такой масштабный проект, как Сансара Сабзеруза. Так, а ну-ка, секундочку. Ага, все ок. Да, иди спать, а мы тут разберемся. Какое облегчение. Ох, это был самый утомительный мой день рождения. Ну и путешественница Пэймон, как я здесь оказалась? Вы знаете? Ну, ходила во сне. Ты же знаешь, что нельзя будить бродящего во сне, поэтому мы... Мы проходили мимо и решили подождать, пока ты проснешься. Вот оно как. Что ж, надо будет заглянуть к ремонтникам на досуге. Ну, я в порядке. И мне пора обратно. Спасибо вам. Так, у меня возникает вопрос. Если Катюха это... Бионическая кукла Снежная, значит у них... Свои агенты тупо везде? Как им это позволили сделать? Зачем и почему? Непонятно. А можно, чтобы Кидры были бы чуть-чуть помедленнее? Пиздец. Эх, ну не ждать же нам попосто. Давай сходим к Катерине, хоть делом займемся. Так, подожди. Катерине, это, конечно, хорошо. А, ну значит, это да. Это продолжение третьего тома. Ну, собственно, да. Пиздаем Катюхе. На, она тут рядом. Далеко пиздовать не надо. Катюха? К звездам и к безднам. И вот вы снова здесь. Катерина, есть ли у тебя, напрямите, подходящее для нас поручение? Поручение? Дайте-ка подумать. Придумала. Можете отправиться во второй половине дня в Академию на симпозиумы. Зачитайте перед всеми любовные стихи. Катюха, ты пьяна, что ли? Чё-чё? И держите, наготове фотокамеру, чтобы запечатлеть реакцию публики. Чё за троллинг? Ну и что это ещё за странное поручение такое? Да уж, на такое точно отреагируют. Вот как. Видимо, это поручение вам не по душе. Тогда можете отправиться в Порт-Ормос и предложить тамошним пустынникам подработать в доме-малютке. Что? Чего? Наемники вряд ли впишутся в среду детского дома. Да уж, забавно было бы посмотреть на их реакцию после такого предложения. Я нихуя не понимаю, что сейчас происходит. Позволь спросить! Кому же это в голову взбрело оставлять такие поручения? Кому взбрело? Ну, на самом деле, мне просто самой хотелось бы на такое посмотреть. Сейчас ты нахида? Хе-хе. Это было слишком очевидно, да? А мне ведь так хотелось, чтобы вы приняли хотя бы одно из этих поручений. Редко выпадает шанс поглядеть на людей в таких ситуациях. Нахида, значит? А Пайман ведь знала, что Катерина бы никогда не стала так странно над нами подшучивать. Когда это ты успела войти в ее сознание? Хм. Наверное, с фразы к звездам и к бездам? Да это ж почти что с первых секунд! Значит, Нахида, ты уже успела отдохнуть? Блядь, прошло буквально пару секунд. Да, с тех пор, как мы разошлись, я крепко-крепко уснула. И все это время мне снялся очень длинный сон. Я, конечно, понимаю, что когда задания выходили между ними, там было по несколько месяцев расстояния. Блядь, но сейчас это так нелепо и смешно выглядит. Буквально, блядь, 15 секунд назад она ушла спать и тут такая долго-долго спала. Ну да. Значит, сны Архонтов не во власти, Акаша. Это был сон про Сабзирус. Сладкий сон. В нем я сидела прямо в центре цветочной клумбы, а все жители Сумеру взялись за руки и начали водить вокруг меня хоровод. На лицах их сияли счастливые улыбки. Затем я оказалась в цветочном экипаже. Рыцарь цветов по имени Фарис высоко-высоко поднял меня. И я без перерыва бросала детишкам сладости к... ковбих. Нахида! Ведь на самом деле так и должен был пройти Сабзирус. Все бы радостно поздравляли тебя с днем рождения. Но на деле... Отчего же у вас такие лица? Ведь с вами таким приятным сном поделилась. Неужели это и есть жалость? Не-не-не-не-не! Жалость тут ни при чем! Мы просто не хотим, чтобы ты из-за этого сильно переживала! А кстати, ты видела Дуньерзаду? А как у нее дела? Семья Ахама я не перестала пускать к себе посторонних. Так что узнать о ней мы ничего не можем. Да, мы виделись. Проснувшись, я сразу отправилась на поиски и застала ее отдыхающей. Состояние Дуньерзады стабилизировалось. Но поскольку Элиазар проявление увядания у людей, окончательно избавиться от болезни можно только после решения проблемы с Эрменсурем. И все же в настоящий момент важнее всего выяснить, чем занимаются мудрецы и что они задумали. Да уж! Если история с праздником Сабзерос повторится где-нибудь еще, страшно представить, что тогда произойдет. Значит, наша главная цель разознать планы мудрецов и остановить их. Давайте обсудим это в более подходящем месте. Здесь бродит слишком много искателей приключений. И то верно! Извините, коллеги, но нам придется на время одолжить вас с Катериной. Да им пофиг. Глава третья сны пустота и обман. Вот это мы далеко отошли. Обсудим все здесь. Хорошо, у тебя появились идеи, как выведать планы мудрецов на Хида. Если честно, я уже потихоньку начала над этим работать. Но сперва я хочу выслушать ваше мнение. О, карточный турнир на фоне сияет. Нельзя ли вселиться в главных лиц академии, вселиться в студента и проникнуть в кабинет мудрецов, схватить одного из мудрецов и допросить вселиться в студента? Нет, слишком рискованно. Думаешь, тебя так легко раскроют? Не в этом дело. Просто мы не имеем права вовлекать в свои планы невинных студентов. Малейшая ошибка может разрушить им жизнь. Поступив так, мы будем не лучше мудрецов, что наплевали на безопасность людей в угоду своим корыстным целям. Ты права! Не зря тебя божество мудрости прозвали! Схватить одного из мудрецов и допросить? Сейчас мы блаждаем во мраке и толком не знаем, что задумали наши противники. Любая агрессия с нашей стороны спугнет их раньше времени. Сложно представить во что это может вылиться. Тем более они держат в заложниках всех жителей Сумеру. Та ёбжешь твою мать! Нельзя ли вселиться в главных лиц академии? Я пробовала. Однако никто из них не носит с собой терминала каши. Даже у отрядов бригады тридцати они отсутствуют. Похоже, они тщательно всё контролируют и опасаются, что секретная информация может перейти в чужие руки. Ну или, возможно, они просто защищаются от меня. Мудрецы тебя заметили? Не думаю. Но если мудрецы слышали хотя бы часть из тех слухом, что обо мне ходят, неудивительно, что они проявляют осторожность. Поэтому напрямую их сознанием завладеть у меня не получится. Мне в голову ничего дельного не приходит. На! Неужели мы совсем ничего не можем? Нахида, наверняка у тебя есть какая-нибудь идея? Ты ведь такая умная, не тыми нас? Только отбросив неисполнимые идеи на этапе планирования, можно прийти к практичному и верному решению. Именно этому принципу следует школа эти... этиологии Вахумана. Ёб твою мать, тут язык сломать можно, можно было попроще, а? Да, да! Но разве ты не божество мудрости? С тобой мы без всех этих сложных манипуляций сразу верное решение отыщем! Ладно, вот в чем заключается моя идея. Раз уж я не могу проникнуть в сознание Верховных Чинов Академии и не могу привлечь к нашему делу посторонних людей, можно найти того, кто в нем уже увяз. Однако этот человек должен быть против мудрецу. Он мог согласиться помочь нам. Ээээ... Альхайтам! Хочешь обзавестись шпионом? Звучит как надежный план! Перед возвращением мы повстречали паренька по имени Альхайтам. Похоже, он держится от всех особняков и любит действовать в тайне от Академии. Пэйман не думает, что он с мудрецами заодно. На самом деле, я уже выбрала подходящего кандидата. Вы еще помните эту ученую по имени Сетария? Нет. Сетария! Помним, помним! Это же помощница великого мудреца, да? А, та пизда, которая вместе с ним ходила. За несколько Сабзирозов мы на нее насмотрелись, так что можно считать, что мы знакомы. Пэйман помнит, как высокомерно Сетария общалась с Милу. Ну и злобная же она была тогда сука. Да, я люблю наблюдать за разными людьми, но Сетария выделяется среди всех. Она родилась в пустыне. Еще никому из ее краев не удавалось достичь таких успехов в научной сфере. Благодаря своему таланту она попала в академию и получила шансы стать помощницей мудрецов. Неужели она правда из пустыни? А Пэйман показалась она почти что почти все живущие там выбирают путь наемников или чего-то в этом роде. В переводе имя Сетария означает звезда. Так и есть. Среди своих земляков она и в премию будто ярчайшая звезда на небосводе. Затем ее избрало самое солнце. Так что этой звездочке открылся путь на дневное небо. Дополнить своим свечением яркий солнечный свет. Но однажды звезда прозрела и увидела как солнце опаляет земли, принося в этот мир нескончаемые бедствия. Тогда она начала колебаться. Может лучше уж было вернуться домой и освещать небосвод в ночи, чем служить такому солнцу. В конце концов она таки не смогла отказаться от дневного сияния. Звезда спрятала свою вину глубоко в сердце и закрыла глаза на все происходящее. Это что за тень такая поплала? Странная херня сейчас произошла. Это не просто метафора. Похоже Сатария жадно вцепилась в академию и не хочет расставаться с ее возможностями. Но на самом деле она совсем не поддерживает ее методы, да? К тому же Сатария еще и вину перед Родиной ощущает. Но все это не мешает ей успешной избегать своей проблемы. Верно. Столкнувшись с тяжелыми испытаниями, многие люди просто закрывают на них глаза. Плывут себе по течению, пока проблема не примет такие масштабы, что игнорировать ее становится уже просто невозможно. Она подавляет в себе чувство вины, а сама невольно стала сообщницей мудрецов. Поэтому эта вина имеет под собой почву. Действительно хорошая кандидатка. Да, но нам нужно найти способ заставить Сатарюю признать проблему. Таким образом, мы не только сможем получить полезную информацию, но и предоставим ей шансы скупить свою вину. Судя по моим наблюдениям, каждые десять дней Сатаря берет выходной и отправляется в город за покупками. Завтра как раз такой день, так что у нас есть шансы спробовать наш план. Однако сперва нам нужно подготовиться. Мы пройдемся по ее любимым местам и поговорим с местными жителями. Опять с жителями говорить! Не хотел бы очень сильно бубнить, но меня тоже немного подзаебало. Ладно, поговорим. Это любимое место Сатария. Она частенько здесь гадает. Мы спросим у гадалки о Сатарии? Нет, о Сатарии мне уже все давно известно. Сейчас ваша главная задача обратить пристальное внимание на манеру речи гадалки и ключевую информацию. Манеру речи и ключевую информацию. Ах, рок судьбы сбил с пути несчастных ягнят. Божественный голос мудрости непрерывно доносится до моих ушей. Ежели вас сегодня благословят, я укажу вам путь. Правда что ли? И часто вы с ней так перешептываетесь нахида? Моя спутница и правда сбита с толку. Хочет узнать о своем будущем. Можно ей погадать. Хорошо. Итак. Мяу! Ох, похоже Харуты и Маруту ты не по душе. А Нарута будет? Неужели где-то умудрилась оскорбить самих Архонтов? Обзывала Анома Архонта, объедала Гео Архонта, подцапалась Электро Архонтом, это считается? Что? Ничего, ничего. Хилакира, скажи, на что именно ты хочешь погадать? Эм, на любовь. На любовь значит, хорошо. Хм. 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 Боги заговорили. Истина будет открыта. За сердце твое бороться будет. Будет. Мм. А чё так много народу-то? Харут, Марут, это вы мне мешаете гадать? В жизни не видела кого-нибудь с такой подозрительно невероятной судьбой. Мяу. А, Пайман, вот кажется, что это самое точное гадание за всю твою практику. Ладно, ладно, сегодня небесная матрица что-то не под тем углом повернулась. Так что сделаю исключение и плату взымать с вас не буду. Вот как. Но ничего не поделаешь. В следующий раз вам стоит преподнести Харуту и Маруту какие-нибудь подношения. Может быть тогда они помогут изменить вашу судьбу. Чё-то с этими котами блять не так. Так, ладно. Сатаре и сюда наведывается? Да. Когда-то Сатаре только-только прибыла в Сумеру. Отец Акима многое для неё сделал. Её сын владеет этим... Его сын владеет этим местом. Вот она и приходит сюда в свободное время. Когда подойду к нему внимательно следите за деталями нашего разговора. Эй, уважаемые дамы, не хотите ли взглянуть на эту превосходную керамику? Говорят, ты мастер своего дела. Вот мы и пришли поглядеть, действительно ли это так. О, я тебя знаю. Ты же та самая Катерина из гильдии скотелей приключений. Неужто мне удача улыбнулась? Где же ты научился мастерить такие вещи? Да от отца своего. Он то на самом деле каминщик. Когда ты учился у него работать с камнем. Тогда вдруг я заинтересовался глиной. Вот начал втихую мастерить из нее всякие безделушки. У меня хорошо получалось. Тогда то я и решил сменить профессию. Жаль только, что дарованное мне акаши знания больше ни на что не годятся. Здорово заниматься тем, что тебе нравится! Значит твой отец до сих пор работает каминщиком. Не, давным-давно на работе он сорвался с крыши и сломал себе ногу. Но за все те годы ему удалось накопить приличное состояние. Вот сейчас в порт-тормасе живет, наслаждается отдыхом. Вот оно как. Надеюсь все у него будет так же счастливо и благополучно и далее. В следующий раз попрошу кого-нибудь из гильдии прийти за партией товара. Ну а сегодня нам пора. Хорошо, можете не волноваться, наши товары вам понравятся. Так, ну куда теперь? Куда-то вниз. что-то А ты еще кто? Сышань? И что-то тут делаешь собственно? Сышань. Стоп, а ты чувствую. А, просто корабль. я думал что-то интересное. Да-да-да-да-да-да-да. Ну вот, это наш последний пункт назначения. В Академии Сатария постоянно грезет о вкусных блюдах из этого ресторана. И всякий раз, когда она появляется в городе, обязательно заглядывает сюда. Да ты почти что всю ее биографию знаешь, Нахида! Конечно, ведь присматривая за жителями присматривать за жителями суммару мой долг. Мне кажется, или мы с тобой уже встречались в порту. А? Разве? Тогда ты еще с кем-то обсуждала строительство новых кораблей. А, точно, точно. Меня всегда интересовали различные техники кораблестроения. Я ведь все-таки выросло в гаваниле ее. С самого детства там маячила и все кораблями любовалась. Вот и в самару приехала учиться кораблестроению. Но увы, удача на вступительных обошла меня стороной. Но я не сдаюсь. Частенько обсуждаю это ремесло с учеными всех мастей. Да еще в подвале провожу исследования. В следующий раз я обязательно поступлю. какое сильное стремление к знаниям. Восхитительно. Кругом столько усердных людей. Даже и не знала, что у этого ресторана есть подвальное помещение. Никогда о нем не слышала. Ах, да. Обычно оно закрыто для посетителей. Подвал служит работникам комнатой отдыха. А иногда там проводятся частные мероприятия. Понятно. Ну, желаю тебе преуспеть в учебе, дорогая цишань. Ха-ха-ха. Спасибо. Мне бы хотя бы в академию поступить. И я уже буду счастлива. Разве у Катерины такой голос? Ох, неужели у меня совсем вспомнить ее проблемы? Так, теперь обратно к Катюхе. Ну, это все? Да, трех знакомых с Сатари уже вполне достаточно. Но зачем тебе вся эта информация? Нахида, ты ведь так и не объяснила нам, как заставить Сатарию посмотреть своим проблемам в лицо. Избегать проблем главная привычка Сатария. То, что сперва мы должны сломать, так что сперва мы должны сломать ее психологический барьер. Помнится, вы упоминали, будто в Порт-Ормосе пустынники это и дело кричат о возвращении царя до шрета. Это, конечно, не сосветная чушь, но для выросшей в пустыне Сатарии верования предков могут оказаться слабым местом. О, Пайман, кажется, поняла. Ты хочешь воспользоваться ее чувством вины перед Родиной, да? Сатария знает, что ей нужно вернуться домой и помочь жителям пустыни, но единственное, что она сделала, это вступила в сговор с мудрецами. Царь до шрета мог бы упрекнуть ее. И какой у нас тогда план? Настоящего царя до шрета мы вряд ли дождемся. А Сатария далеко не так глупа. Если с ней свяжется какой-нибудь подложный последователь царя до шрета, она непременно насторожится. Это не даст нам никакого результата. Но если мы ненадолго позаимствуем ее знакомого для разговора, из этого может что-то получиться. Значит, ты собираешься вселиться в тех, с кем мы сегодня общались? Верно. Нужно проникнуть в их сознание с помощью Акаши и потом притвориться, будто они уверовали в царя до шрета и в итоге передать от его имени наше фальшивое послание. Главное вести себя естественно. Тогда-то нам и удастся уничтожить психологический барьер с этарием. А ей даже в голову не придет, что мы приложили к этому руку. так так вот для чего нам нужно наблюдать за этими людьми. Чтобы ты хорошенько вошла в роли и не выдала себя, да? Да, уж без актерского мастерства наш план проебался бы. Верно. Так что советую вам поднять свои актерские навыки. Чего? Нам подтянуть? Блять, подтянуть. Но-но-но-но, мы ведь не умеем вселяться в других людей. Это неважно. После вселения я соединю их чувства с твоими. Так что на какое-то время у тебя тоже появится эта способность. Только не забудь терминал Акаши. Да, это, конечно, удобно, но почему заниматься этим должна именно Кила Кира, а не ты? Я постоянно наблюдаю за своим народом. Но вот подражать им у меня никогда не получалось. Ну да, Катерина из тебя тогда не очень похожая получилась. Блять, ладно. Мне бы не хотелось так нагло вселяться в разум этих троих, но обстоятельства не оставляют мне выбора. Да, но мы ведь задумали это не ради шутки, а чтобы помочь. Это будет совсем недолго, так что не волнуйся. Ого, тогда начнем завтра днем. Угу. Так, дождаться завтрашнего дня. Пока-пока. Десять камней столько на дороге не валяются, знаете ли. так, до десяти утра мотать. Завтра до десяти. Так, стоп, я правильно понимаю? Следующего дня, а, боже, двенадцати восемнадцати. Вот бы мотнул мне туда, блять, а. Ну, давай, погнали. так. Реализуйте план. Ладно, пошли реализовать план. Уи-и-и! Смотрите, Сатария наконец-то появилась! Так, тихонько подойдём. Пойдём за ней. Как только она заводит разговор с кем-то из своих знакомых, быстро ищем укромное место и вселяемся в нашу жертву. Что именно говорить выбирать тебе, Киллокира? Я верю, что у тебя получится достучаться до неё. Страшно-то как! Идём уже скорее! Похоже, у них завязался разговор. Значит, нам нужно найти укромное местечко? Вот это спрятались! Капец! И... Ой-ля! Да, никого нельзя заставлять полюбить. Да и у всех вокруг совсем другое прошлое и ценности. Ты меня слушаешь, Наби? А, да-да. Ты мне о любовных страданиях рассказываешь. Я очень и очень внимательно слушаю. Ну ладно. Просто на мгновение у тебя было такое удивлённое выражение лица. Мяу! М? Чего это на тебя вдруг твои ЖКТ обозлились? Обычно они ведут себя хорошо. Кстати, напомнишь, как их зовут? Карут и Марут? Точно! Малыши Карут и Марут! Такие милашки! Не так, на что бы тебе хотелось бы погадать сегодня? Наверняка, ведь ты пришла не просто так, а чтобы услышать голоса Всевышних. Ну, хотелось бы опять на любовь, но, честно говоря, в последние дни я так запуталась. Запуталась. Ого, давай так. Погадай-ка мне, пожалуйста, на другое. Пусть высшие силы скажут мне, когда же я наконец смогу закончить свой проект. Очень хотелось бы побыстрее. Мм, хорошо. Да, соизволят Всевышние дать ответ на твой вопрос. Охо-хо-хо-хо, боги заговорили. Ха-ха, охо-хо-хо-хо, п-п-п-прости. Просто твоя новая приговорка такая забавная, а я не удержалась. Просто не обращай внимания на столь ничтожные мелочи. Итак, Всевышние говорят. Почему ты еще не дома, Сетария? Дома? Неужели Всевышние и правда знает, чем заняты мои мысли? Сетария почему-то отвернулась от своей родины. Похоже, теперь Всевышние задает нам вопрос, нам вопрос, а не мы им. Они очень разгневаны. А, простите меня, Всевышние. Прошу передайте им мои извинения. Моли их, чтобы они смелывались надо мной. Могу ли я спросить Намибия, а кто именно шепчет тебе эти слова? Ну что за глупый детский вопрос? Конечно же величайший и мудрейший царь Дошрет. Царь Дошрет? Неудивительно, что он так меня отчитывает. Но как же так? Он ведь уже много-много веков как нас покинул. Конечно, вести о его возвращении прямо-таки захватили суммару. Но ведь эта Академия распускает ложные слухи. Разве может царь Дошрет действительно вернуться к нам? Так значит, эта Академия распускает слухи о царе Дошрете. Бесстыдница, как можешь ты сомневаться в речах самого царя Дошрета? Он соизволил снизойти и нашептать мне его верной последовательнице свою волю. А ты? Нет, 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 я же дитя пустыня. Мысль о том, что милость царя Дошрета коснулась нашего бренного мира, заставляет мое сердце трепетать. Я не посмею в нем сомневаться. Мне нужно подумать над его словами. Прости, но мне пора. Ну вот и пиздуй. погоди. Да ей похуй, она не будет гадить. А не, гадит. Что-то заподозрило сучара. Ого, так быстро убежала, похоже, она в полной растерянности. Ты молодец, скилла Кира. Не думаю, что Сетария что-нибудь заподозрила. Должно быть, она потрясена. Сетария так старательно отгоняла мысли об этом. И вдруг то, чего она так боялась, внезапно настигла ее. Нахида, ты хорошо понимаешь чувства других? Все мое понимание базируется исключительно на теории. После встречи с вами я поняла, что на практике она иногда совершенно не работает. Людские сердца не так-то просто разгадать. Ладно, не будем об этом. Нам нужно поторопиться, а то еще упустим Сетарию из виду. Она подошла к Акиму! Нужно скорее переселяться! Хорошо. Пойдем переселяться, но сделаем это уже в следующий раз. А на этом моменте сегодня будем останавливаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока! субтитры ! Субтитры